Слова благодарности и надежды на то, что такого больше не случится. На встрече, которая прошла в штабе общественной поддержки, волонтёров, старших по домам и просто активных жителей железнодорожного района отметили благодарственными письмами и подарками. Они не остались в стороне и помогали пострадавшим, оставшимся почти на неделю без холодной воды из-за аварии на магистральном водоводе. Авария в железнодорожном районе ещё до конца не устранена. И наши сегодня волонтёры, к примеру, привозили вместе с администрацией железнодорожного района воду и в больницу Крымзина, где перебои с водой в первую половину дня были. И там 1300 пациентов фактически могли остаться в сложной ситуации без водоснабжения. И по другим заявкам, прежде всего, в верхних этажах, работа продолжается. Спасибо огромное за то, что вы всё отложили свои важные дела. И депутаты законодательного собрания, депутаты городской думы, да и просто замечательные люди, которые поддерживают, не поддерживают нас, но под нашей с вами общей эгидой решили глобальнейшую проблему. Не было такого. Вот реально. Не было за всю историю, я уже говорил, почти 400 лет Симбирского, Ульяновского, и никогда там не было никакого схода группы. Только за первые два дня волонтёры развезли более 25 тысяч литров воды пожилым людям, инвалидам, которым трудно было выйти из дома и многодетным семьям. Причём бутилированная вода приобреталась на их личные средства. Мы организовали в первую очередь сразу подвоз воды в те жилые дома, где были многочисленные. Также организовали доставку воды инвалидам. Те люди, которые сами не могли и не могут двигаться, все, которые нуждались в помощи доставки питьевой воды. Конечно, мы не смогли остаться в стороне. Быстро собрались, быстро приехали и начали уже на месте оказывать помощь по тем адресам, которые на тот момент были получены. В тот момент, когда мы привозили воду, конечно, жители видели то, что работает доставка. Они были этому крайне удивлены. К ним подключились в качестве волонтёров сами жители района. Считаю свой поступок каким-то подвигом. Просто можно потратить 40 минут в своей жизни, чтобы потом было о чём вспомнить. Представители администрации города и района находились на месте аварии с первых часов, а затем организовали бесперебойный подвоз воды во дворы. В ответ только слова благодарности. Воду подвозили всегда. Заботились. Все об нас заботились. Здоровью всем. На сегодня водоснабжение железнодорожного района стабилизируется. Запущена вторая ветка временного водовода. Но волонтёры по-прежнему держат руку на пульте и принимают звонки от нуждающихся в воде жителей.